Здравствуйте! Итак, мы разобрали с вами виды моделирования, что выбрать, типсы или формы в зависимости от строения натуральных ногтей. Сегодня я, как и обещала, покажу вам поэтапную выкладку материала на типсах и формах акрила. После запила типсов, мы разобрали это с вами в предыдущем видео, я протираю ногтевую пластину дезинфектором и наношу обязательно праймер. Я использую праймер марки Entity New Bond. Наношу его только на ногтевую пластину. Далее подготавливаю материалы к работе. Мне понадобится специальная кисть для выкладки акрила из натурального волоса. Не забудьте после покупки ее тщательно выбить, так как волоски склеены специальным клеем и промыть в ликвиде в мономере. Также нам нужна акриловая пудра. Сегодня я буду использовать пудру мягкого белого оттенка и прозрачную розовую. Бумажные или специальные безворсовые салфетки, стаканчик для жидкости с крышечкой и мономер Liquid. Я использую мономер Success, который медленно полимеризуется и очень хорошо подходит для начинающих мастеров. Я поставила все баночки с акрилом в ряд и за ними стаканчик с мономером. Кисть, как я уже сказала, вам необходимо заранее промыть. Далее для того, чтобы набрать шарик акрила, вы макаете кончик кисти в стаканчик. И затем аккуратно отжимаете о край стаканчика, тем самым ликвид у вас окажется на кончике кисти. Опускаем кончик кисти в стаканчик и набираем небольшой шарик, так как длина у нас будет небольшая. Необходимо положить шарик акрила на кончик свободного края ногтя, пропитать его кистью. И затем прижимаю, выложить линию улыбки, так называемую первую зону ногтя. После этого я выкладываю вторую зону на натуральный ноготочек. Набираю шарик и кладу его посередине ноготочка. И начинаю распределять, аккуратно прижимая кистью и двигая материал к зоне кутикулы. Постепенно сглаживаю его с переходом первой зоны. Собираю материал с боков к центру, формируя арку. И последний выкладываю зону у кутикулы. Для этого мне понадобится небольшой шарик акрила. Положите его, не совсем доходя до кутикулы. Опустите пальчик вниз. И прижимая сначала у кутикулы, а затем приглаживая на вторую зону, распределите его от одной боковой стенки до другой. Сначала прижимаем, потом приглаживаем. И снова собираем весь материал кверху, формируя цилиндр поперечной арки. В следующих видео мы разберем с вами технику запила материала на типсах и формах. Всем большое спасибо за внимание и до новых встреч!